Несмотря на то, что, уходя из «Блэк Стар», Джиган не нарушил заключенных с продюсерским центром договоров, его отношения с темати безнадежно испортились. В своем конфликте артисты зачастую переходили на личности. Так, несколько лет назад Тимур Юнусов открыто высмеял исполнителя. Он создал пост, где описал среднестатистического лоха, который лишь имитирует роскошную жизнь, а на деле берет машины на прокат и создает видимость успеха, отметил при этом на снимке бывшего подопечного. «Я писал про себя, но любой здравомыслящий легко может уловить подтекст», — пояснил позднее Юнусов. Поклонникам стало очевидно, что рэпер покинул продюсерский центр не по своей воле, а из-за размолвки с темати. Спустя несколько лет после скандального ухода Джиган неожиданно оказался в одной студии с генеральным директором лейбла Blackstar Пашу. Собравшиеся обсуждали острые вопросы взаимоотношений исполнителей и продюсеров. В рамках дискуссии всплыли и старые обиды звезд. Сначала Пашу возмутился недавним поступком Джигана, опубликовавшего снимок с Егором Кридом, тоже недавно покинувшим лейбл. «Свобода» так подписал фоторэпер, чем невероятно разозлил гендиректора Blackstar. Пашу припомнил, как много продюсерский центр сделал для певцов, заявляющих, что их ограничивали в работе. Я на сто процентов уверен, что если бы не мы, тебя бы в музыкальном бизнесе не было. Классно, что ты обзавелся командой во время пребывания на лейбле, а после дальше двинулся. Я искренне рад за тебя. «Ты написал Фридом, будто вы были заключенными» посетовал Пашу. Джиган обсудил с Пашу поступки темати фото кадры с ютуб-шоу «Дневник Хача». Действия артиста показались гендиректору лейбла неуважительным и по отношению лично к нему. То, что у тебя с моими партнерами разногласия, не дает тебе права так поступать, потому что этим постом ты задел меня. Я лично многое сделал для тебя, как минимум то, что ты стал Джиганом, как максимум что отдал тебе контракт отметил представитель Blackstar. На обвинение Джиган коротко ответил, что проблема лейбла слишком серьезное восприятие происходящего, а он ничего подобного не имел в виду, и лишь шутил, развлекаясь с другом. Гораздо больше артиста волновало отношение темати к его подопечным. Как же ситуации, когда глава лейбла, темати, ревностно относился к чужому успеху? Он обижался, даже когда я кроссовки купил, как у него. «Почему вы заблокировали все мои клипы, выпущенные на лейбле?» «Я знаю почему, ты тогда сказал мне, я не могу, Джига, меня Тим задолбал. Он заблокировал мои клипы просто назло. Почему он такой, почему он так поступает?» Возмущался Джиган Джиган, покинув лейбл, поругался с темати, но сохранил хорошие отношения с Пашу Фото. Инстаграм генеральный директор лейбла не стал вдаваться в подробности событий прошлого. Он ответил, что клипы попросту были плохими, хотя те работы артиста до сих пор приносят Джигану немалый доход. Пашу не захотел комментировать и собственные слова о поступке темати, как и влезать в чужие ссоры. У Крида ничего не заблокировали. У темати с Джиганом были свои отношения. «Я не хочу в это лезть», сказал Пашу. Джиган продемонстрировал, что до сих пор обижен на темати. Однако в эфире ютуб-шоу «Дневник Хача» отрицал это. «Ладно, бросьте. У нас нет никакого конфликта», резюмировал рэпер. Клэс Поуст 662292 подписчика.